Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветища, всем доброго, бодрого утречка. У нас сегодня с вами суббота, великолепнейший день. Наконец-таки мы дождались с вами выходных, поэтому все, кто обработался, все отдыхают. Наташка, к тебе это не имеет никакого отношения. У тебя выходные 8 раз в неделю, поэтому тут, извини, галочку не ставишь. Ну и вы, просто это и Танюха, и Ольга, естественно, перед тем, как мы будем с вами сегодня выступать, Палыч будет выступать перед вами, значит, вы лупоните Палычу лайкос за видос, комментик напишите, подписочку оформите, и мы с вами начинаем. Ну и, естественно, чаечек, рожечку, чаечка с утра, это просто самое то. О, значит, и потом, сегодня вдобавок, коль выходной, значит, обязательно гуляем, обязательно стримчанский, мы с вами за мы это сделаем, за чередем. Итак, значит, прошу, сегодня Палыч будешь оттолковать нам, Палыч сегодня немножко поговорит про то, как Наташка поехала за водой. Решила отмыть, так и сказать, чайника, да. Что за чайник, ты, наверное, шутишь. Про чайник сегодня мы с вами поговорим обязательно, но начинаем не с этого. Начинаем с того, что новый день, новый день у нашей трудянии, значит, воды нету, и сегодня мы грузим полную машину емкости, собственно говоря, собираемся, как уже вам ранее сказал, ехать мы чайник. Шутка, это была шутка. Естественно, про чайник там речи не велось. Ну, естественно, вода для чего это нужна? Там, для питья, для стирки, там, для оглашки. Короче, в обиходе, так скажем. Начинается интересный такой момент, знаете, за двора прям немножечко. Казалось бы, прошло сколько там? Два дня, двор уже чистен, все введен, красота. Заглядение. Главное, машина проходит, дорогу очистила для колес. Остальное по бокам шум. Тьфу, не парься. Знаешь, дожди будут, смоет все в огород. Если ливни будут, там будет снег присыпит. Вообще будет картина лучезарная. Такую, как ты любишь, где когда не наглядеться не можешь. Соответственно, все тип-топ. Значит, эту же картиру дополняет дед. Дед такой встречает нас сегодня в красной рубахе. Красная рубаха. Такой, знаете, напомаженной. Ну, напомаженной, прям хоть прям на дискотеку иди. Значит, собирается Наташка, открывает ворота. Ворота, естественно, за собой закрывает. Это, почему, Палыч, ты так говоришь? Почему ты акцентрируешь внимание на воротах? Ну, Палыч вам ответит. Потому что Наташка, у нее территория, двора, это своего рода замок. Это неприступная крепость. С трехметровым забором, с брусчаткой, с видеонаблюдением. Далее будет, естественно, сорвом с крокодилами. Возможно, это не точно от Палыча добавление. Ну, а так, хватай, бери, как говорится, такую себе загвоздочку. Ну, не загвоздочку, темку, мыслишку. Поэтому организуешь. А пока, значит, да, открыла ворота. Ворота на замке. Красть есть куча всего. Значит, что можно украсть? Ну, машину можно, дрова можно. Что еще? Деда, зверей можно. Натаху вынести можно, собственно говоря, с этой хибарой. Ну, короче, ладно. Все такое второстепенное. Села. Села и поехала. Во-первых, ребята, касаемо чайника. Подождите, я сначала про чайник договорил, потом поехала. Касаемо чайника. Сегодня много комментариев спустился вниз. Думаю, что пишут люди. И большинство, как бы, людей, ну, как бы, защищают Натаху на ее стороне о том, что, что вы пристали с этим чайником. Далось вам это. Ну, как хочет, так и живет. Или такие, ну, такие, ладно, это, как бы, отдельная история. Комментариев такие. Вроде бы, как правда, да, такой есть, это, знаете, выбор, выбор. Как бы, другие начинают писать такие комменты. Вы что, у себя чайники каждый день дома моете? Что, не в таком у вас жру они или прочее? И тут прямо себя ловлю на мысли. Думаю, как вот я ловлю чайник? Ой, ловлю. Как я это, ну, отношусь к чайнику? Вот у Палыча чайник, вот он. Вот, чистейший просто, да? Ну, тут можно Палычевое отражение видеть некрасивое. Ну, собственно говоря, можно видеть. Хотя, как некрасивое? Замечательное, красивое. Я просто опять к чему? К тому, что, ну, это просто разные отношения людей. Конечно, кому-то это не надо, кому-то это не надо. Но до такого состояния, когда достигла Угубаревой, я вот, знаете, вот вам без шута говорю, без приколов, как есть. Я в такой чайник, если вот Угубаревой, ну, как, если у меня такой был, у меня его не было бы. Ну, вот, если я такой чайник встретил бы, я подумал, что это чайник какой-то до помойки, и в него можно только поссать. Ну, вот, без шута, как бы, это. Ну, что для этого чайника можно, что с ним еще можно сделать? Там я понимаю, там, да, как бы, Я одно дело, у тебя есть сумму журу, там до конца не вымыт и прочее. Ну, тут, это вообще чайником нельзя назвать. Это просто дно, это просто позор. Ладно, далее. Теперь, значит, касаемо поездки. Собственно говоря, Наташка села на Мелику, приехала набирать воды. Воду набирает не на водокачке. Значит, она у нас все-таки мастерица на все руки, а водонакачку не сделает. А набирает воду около кладбища. Отдельная, конечно, история. Как говорится, история умалчивает. Это вообще можно набирать воду, так нельзя набирать. Ну, даже просто моральное, не то что моральное, психологическое отношение к тому, что ладно бы этой водой что-то там, ну, как бы смыть унитаз, каких-то таких технических целях использовать. Не знаю, огород, возможно, парить. Да и то огород, не знаю, даже. Ну, там, руки помыть и прочее. Но тут же используют воду для приготовления еды. Причем, знаете, когда воду набиралось сегодня, очень был такой момент, знаете, он прям показательный. Поставила камеру именно на себя. Там, где не было видно, ну, все это окрестности. Собственно говоря, была бы поставлена камера в другую сторону. Но это так немножко, знаете, отталкивает. Набирать воду в такой колонке, как бы. Ну, нет, ничего такого нет. Возможно, колонка обычная. Хотя, с другой стороны, грунтовые воды, как бы, это все взаимосвязано. Ну, ладно, короче. Просто чисто такая, знаете, психологическая сторона. Учитывая то, что ты же Масилица на все руки. Ну, вот так вот поезжай на свою водонапорную станцию и сделай эту воду вместе с Васькой. В чем проблема-то? Ты же Масилица на все руки. И на гитаре, и, как бы, на трубе умеешь играть, и на всем умеешь там пиликать. Ладно, далее. Приехала домой. И на этом моменте, как бы, знаете, Павлович сегодня очень много хомотал. Потому что моя нервная система, как я уже вам ранее сказал, я не выдерживаю всю эту дичантру, смотрите, с моментами ее готовками, с моментами немого кино. Даже, вот, честно, сегодня даже не вникал в подробности, что она готовила, как она готовила. Просто моменты я пролистнул, смотрю, стоит около плиты, молчит. На этом все. Ну, какая из этого польза? Я понимаю, какие-то одни видео смотрели для того, чтобы ты, там, расслабляешься, или, там, получаешь какие-то знания дополнительные. Ну, что ты тут получаешь? Для Павловича такой видеоматериал, это просто пустая трата времени. Естественно, там, да, я посмотрел быстренько ее, там, за 15 минут, за 10, и весь ее ролик 40-минутный. Сделал на этом обзорчик, то бишь, как бы, Павлович с этого профит. Павлович с этого имеет небольшие долларики, какие капают. Павлович с этого имеет лайки, комментарии, вашу, как сказать, расположенность к себе там, да. Соответственно, Павлович, как бы, пилит такие ролики и делает, это самое главное, это материальчик. Но вот так вот смотреть, себя просто сесть и кайфовать от этого, что ты смотришь, как она готовит, ну, это не для меня точно. Не знаю, если вам нравится, пишите в комментах эти моменты. И пролистываете ли вы их, или не пролистываете. Теперь далее, значит, по итогу. Я просто промотал к итогу. Вижу, что на столе стоит какая-то там тарелка, 10, как всегда, значит, и хлеб. Хлеб, большие куски, хлеб, если они любят, нет, были, ели там овощи, фрукты, ели какие-то там, творожки, сырки, кефирки. Ну, вариантов, ну, как бы, куча полезного, правильного питания. Ну, нет, полезное, правильное питание, все вот эти вот выдумки, это, знаете, историю оперы, что будем утеплять мы этот сарай. Хотя ничего такого сделано не будет. Просто, знаете, влажные мечты Натальи, не более. Как-то так. Значит, все. Я хотел, наверное, более что-то сказать, но уже, в принципе, ничего не стоит. Мы все главные микромоменты все с вами обсудили. Еще раз повторюсь, сегодня у нас с вами суббота, великолепнейший день. Санки, коньки, лыжи, просто гуляем. У нас снега, просто снега рассыпали по колено. У кого какая погода, напишите в комментах. У кого сугроб, у кого вообще снежка нету. В общем, все. Я, кстати, знаю, что у нас смотрит много иностранцев, там и показывает у меня статистика. Кто-то смотрит, там где-то и солнышко светит, и морюшко плечется теплое. Поэтому, кому как. Все, буду с вами прощаться, увидимся вновь. Всего доброго встречи, всем пока.